приветствую друзья сегодня у нас необычная планировка сегодня у нас деревянный дом это первая необычная часть 2 необычное то что сегодня у нас очень низкое качество изображения исходного то есть пожалуйста сразу же хотела не разбирать эту планировку но потом решил все равно сделать потому что ну вот я приближаю вы увидите сейчас какого низкого качества изображения то есть я не могу дать вменяемые какие-то комментарии вот к сожалению ничего с этим сделать тоже не могу поэтому следующий раз если будете присылать обязательно присылайте в каком-то более качественном формате тогда соответственно комментарии тоже могут быть более качественные но давайте посмотрим что есть да тем не менее мы уже открыли чаш не закрывать же сейчас входим отлично здесь веранда есть 1500 желательно чтобы была веранда не меньше но это понимаю тут есть здесь гардеробочка сделано здесь все отлично шкаф еще маленькие две тумбочки отлично заходим сюда да кстати мы могли приехать на автомобиле единственное что обращу внимание наверное возможно да гараж чуть-чуть бы можно было сделать побольше это первый вариант второй вариант я бы вообще в доме гараж не делал как показывает практика нигде где есть гараж люди могут этим не пользоваться всегда можно вынести его в отдельную часть в гараже либо сделать какой-то либо склад либо еще одну комнату в общем смысла того чтобы автомобиль хранился вместе с домом особого нет то есть и заезжать не очень удобно и в общем смысла в этом нет и запахи идут тоже как бы не очень клёво но окей причем я вижу гараж он насколько я понимаю сделан отдельно да не из бруса скорее всего отдельно ну хорошо если это какая-то приставочка если это все как продумано если там человек хочет именно гараж то тогда вопросов нет я бы наверно не делал я бы сделал просто навес и пусть вам автомобиль хранился на улице потому что даже чаще всего даже премиум сегмент вот с кем там я работаю то есть ну как бы гараж есть но никто не пользуется особо все там под навесом хранят и окей это нормальная история но также вот у нас поселке мы живем очень мало кто пользуется гаражем у всех есть вот эти навесы все паркуются возле автомобиля все-таки это и запах и в общем автомобиль внутрь дома не надо нежелательно так но здесь отлично мы заходим поднимаемся к котельной да насколько я понимаю попадаем сюда прошу прощения еще раз очень плохое качество поэтому не все не всегда видно вот ну как как есть здесь какая движуха тут диван посидеть столики отлично телевизор что-то такая ну хорошо такой типа гостиной до поднимаемся хорошо здесь тоже не понял стиралка или что это такое джакузи какая-то ну какая то а может быть это баня не знаю вот это может быть на баню похоже чем не знаю могу только догадываться может быть это какой-то банная какая-то история ну возможно тогда окей в целом проблем никаких не вижу вроде что все на месте вот единство что я бы все-таки внутрь открывал наверно двери да это санузел ну хорошо может быть да действительно на бане похоже вот вроде вроде все прекрасно да вот эта банная история окей мне нравится на самом деле классно заходим сюда здесь как постирочная получается еще один санузел на тоже дверь может быть внутрь открывать но опять же на любителя я так сделал дальше переходим в гостиную столовую большой обеденный стол кухня хорошая кухня отлично вписывается здесь есть кладовочка что очень хорошо на принципе все замечательный холодильник да только где холодильник непонятно а вот он холодильник но вот кстати да может быть неудобно если продукты в холодильнике будут находиться постоянно из кладовки туда-сюда ходить возможно будет неудобно то есть я в холодильник все-таки наверное я размещал где-то на кухне но может быть не в этом все-таки да а ну не знаю здесь в общем подумать да желательно чтоб холодильник где-то был в рамках доступности но есть дверь сдвижная вроде как вот он и отсюда будет доступен но хорошо в общем-то нормальная история да просто холодильник должен быть доступности вот эта важная часть а вот эта кладовка она наверное может быть как склад используется может быть перекомпоновать здесь что-то так идем дальше заходим здесь спальня резерв отлично 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 все нравится все замечательно поднимаемся наверх да да кстати особенность конструкции дома деревянного до что почему хорошо сделано потому что уже на стадии проектирования самого дома уже была продумана именно планировка это очень правильно и очень трезво потому что ну если ты сделал каменный дом конечно тоже лучше чтобы тебе планировку заранее продумалась но в целом у тебя еще чаще всего есть open space где ты можешь как-то поработать что-то там подвигать то в деревянной конструкциях это очень важно все это дело соблюсти мы тоже делаем деревянные дома не так часто но делаем и часто уже дом вроде как чуть ли не построен да и мы когда с дизайном приходим после до того как дом построен то возникает какие-то вопросы до которые приходится решать и иногда это требует там ну каких-то изменений они уже здесь более болезненные чем сделать это в самом начале не всегда не все компании обладают хорошим штатом дизайнеров именно архитектурная до которые строят дома и сожалению некоторые решения они просто не видят да поэтому будьте внимательны строите деревянный дом пригласить еще дизайнер на консультацию даст не экономить там эти нам 5 10 15 тысяч рублей возьмите консультацию одного может и двух дизайнеров посмотрите перед тем как заказывать потому что чаще всего архитектура тот кто проектирует архитектуру и конструктив они не закладывают какие-то вещи которые будут смотреться хорошо но здесь вроде с этим все в порядке то есть насколько я вижу здесь грамотно все сделано поэтому хочу похвалить здесь планировку и застройщиков кто это делает молодцы ребята то есть это классно лестница при этом у нас открытый скорее всего получается возможно красиво будет выглядеть давайте посмотрим второй этаж как он выглядит с первым этажом нам все нравится у нас все устраивает так давайте сделаем приближу просто вот так так но сюда мы поднимаемся я уменьшу здесь как бы особо ничего интересного нет да здесь план второго этажа ну план и план здесь какая-то там история на непонятное что тут у нас какой-то план хорошо вот я не вижу что тут но наверное что-то важное может быть зона отдыха поднимаемся гардеробка все здесь хорошо здесь тоже возможно внутрь открытия здесь все отлично компоновка хорошо спальня только спальня почему-то проходная получается мы выходим отсюда и отсюда и вот как-то снизу то есть меня только напрягает наверное тут это вот спальня что и туда и сюда ходишь но наверное здесь и людей просто так это сделали и была какая-то логика вот поэтому как бы то это просто вопрос дать они ошибкой просто какой-то вопрос возникает мне интересно узнать как это работает значит поднимаемся сюда здесь какая-то странная лестница потом еще 1 1 сбок в боку до идет вот по лестнице не очень понятно как она устроена тут вопрос наверное возникнет но не то что ошибка да просто как как вот так вот и здесь и здесь еще одна а я понял да то есть мы поднимаемся снизу поднимаемся сюда и вот сюда ну такая штука конечно слишком достаточно большой так понимаю потолок но хорошо может быть может быть сюда попадаем здесь зона релаксации что это такое детская а игровая да может быть детская 1 детская 2 может быть внутрь сделать может быть не надо как хотите и в общем все двери окей может быть тоже все двери внутри имеет смысл сделать все мне нравится хорошая планировка хорошая история вот исключением этой спальни который проходная может быть некомфортно остальное все хорошо да вот хотел раз уж мы здесь всегда хочу рассказать но постоянно забываю да если планируете делать ремонт дизайн на минуточка описание у меня книга есть который называется энциклопедия дизайна и комплектации где расписано абсолютно все что нужно выбрать для того чтобы было качественный подрядчик правильные люди работали если вы дизайнер если вы поставщик если вы клиент то посмотрите обратите внимание на эту книжечку 528 страниц полезнейшей информации как покупать дешевле и сделать так чтобы вас никто не обманул вот поэтому такая вот рекламная у нас интеграция напишите мне в директ и я расскажу как где заказать у меня там сотни отзывов уже по этой книге то есть это реально очень полезная вещь не какая-то рекламная информация так если все это дело понравилось если хотите научиться делать качественные планировки если хотите дизайнером стать если хотите чтоб я прокомментирую ваши работы пишите мне в директ я расскажу как научиться дизайну как заказать дизайн если хотите либо как построить себе дом тоже могу здесь в этом теме помочь на этом сегодня все ставьте этому видео плюсики делитесь с друзьями присылать свои работы какие еще интересные вопросы стоит затронуть напишите в комментариях и я постараюсь сделать для вас разбор увидимся пока